Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 июня, Православная Церковь совершает память преподобного Мефодия Игумена Пешножского. Преподобный Мефодий еще в молодых летах в числе первых пришел к преподобному Сергию Радонежскому и под руководством всего великого наставника иноческой жизни провел несколько лет. О его родителях, времени и месте рождения ничего не известно. Ревнуя жить в безмолвии, он по благословению преподобного Сергия удалился искать пустынное место и в глуши дубового леса за рекой Яхромой в 25 верстах от Дмитрова на небольшом возвышении среди болота поставил он себе келью для подвигов отшельничества. В суровом посте и постоянных молитвах текла жизнь преподобного, и его душа все более и более отрешалась от мира тленного и земного, стремясь в страны горние небесные. Но как пламень костра просвечивается даже и через лесную чащу, так и подвижническое житие святого Мефодия не укрыли болота и леса от ревнителей благочестия, которые не замедлили собраться, чтобы под его руководством сделаться достойными будущей награды, обещанной Господом всем верным его последователям. В это время преподобный Сергий, посетив любимого ученика, дал ему совет построить обитель и храм на другом, более сухом и обширном месте и благословил то самое, где и была основана обитель. Преподобный Мефодий, как послушный сын, исполнил волю наставника. Он сам трудился при строении храма и келей, пеш, нося деревья через речку, которую оттого назвали пешношею, а за обителью осталось навсегда имя Пешножской. С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря. Поселившиеся здесь иноки вели трудолюбивый образ жизни, сами себе добывая пропитание и исполняя все нужные для обителя работы, так что эта обитель по преимуществу была обителью трудолюбия. Только частые посты и молитвы разнообразили жизнь пешножских иноков. Сам игумен подавал братьям пример во всем и был между ними первым по подвигам труда, молитвы и поста, и через это самое воспитывал многих благочестивых иноков. Но строгий по отношению к себе преподобный Мефодий был нетребователен и милостив к братьям, нисходя к их немощам и предостерегая от ошибок в будущем. По временам преподобный как любитель безмолвия удалялся за две версты от обители и здесь уединенно подвязался в молитве. Сюда же приходил к нему для духовных бесед преподобный Сергий, потому эта местность названа была беседа. Преподобный Мефодий был погребен в 1392 году в основанной им обители. В день представления его, как видно из составленной в честь его службы, собралось множество народа, старцев, сирот и вдов, оплакивать кончину своего питателя. По рукописным святцам преподобный Мефодий, игумен Пешножской обители, ученик святого Сергия Чудотворца, представился месяца июня в 14-й день. Преподобного Мефодия ублажали напишноши как святого со дня его кончины и память его праздновали в обители и в окрестных селениях июня 14-го дня. По другим источникам, преподобный Мефодий представился месяца июня в 4-й день 1392 года по старому стилю, а память празднуется в один день с памятью святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, то есть сегодня. Клику святых преподобный Мефодий причислен на Московском соборе 1549 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасе, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Астия, епископа Дерахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, священномученика Георгия Пресвитера, священномученика Иоанникия, митрополита Черногорско-Приморского. Установлено празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским. Совершается собор новгородских святых, белорусских святых, псковских святых, а также святых Санкт-Петербургской митрополии. Совершается память священномученика Петра Беляева Пресвитера, а также обретение мощей священномученика Петра Архиепископа Воронежского. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok